Всем привет! Сегодня мы рисуем стикеры-заметки, внутри которых можно написать какое-то сообщение или какую-то заметку. В общем, первое у нас облачко. Делаем пухленькие такие пушистые края, округлые. Обводим все черным линером. В уголочках рисуем несколько маленьких снежиночек. И в верхнем уголочке рисуем мордашку. Стираем карандаш ластиком. Внутренний край мы обводим ярким темным цветом. Я выбрала цвет морской волны. Такой насыщенный, мне очень нравится. Внутренний закрашиваем диагональные прямые полосы. Рисуем кругленькие щечки. Делаем обводку пунктирной линией. Следующий у нас будет кексик. Рисуем такой кексик более пухлый в верхней части, чтобы у нас было место для заметок. И сверху на кексике у нас находится вишенка. Делаем обводку линером. Обводим вишенку. Листик. На стаканчике делаем разметку полос. А на вишенке рисуем веселую мордашку. Один глазик у нас будет подмегивать. Разукрашиваем листик. Контрастными цветами выбираем... Разукрашиваем стаканчик. Я выбрала желтый и насыщенный яркий голубой цвет. Разукрашиваем яркой вишенку. Сам кексик я выбрала разукрасить такой персиковый цвет. Делаем обводку контура. А внутреннюю часть закрашиваем кружочками. Некоторые кружочки будут большие, а некоторые маленькие. Делаем обводку пунктирной линией. Следующий у нас будет бутербродик. Такой бутербродик с намазанным джемом или каким-то кремом. Обводим все линером. Вторая линия для объема. Это у нас корочка. Рисуем сверху глазки и маленький ротик. Я рисую корочку темным цветом. И боковушечку ставлю там точечки, чтобы передать текстуру хлебушку. Розовым цветом я рисую джем или варенье. И выбираю такой светленький цвет, который похож на булочку. И закрашиваю остальную часть хлеба. Опять добавляю точечек, чтобы он был более простый. И делаю обводку пунктирной линией. Следующий рисую конфетку. У конфетки у нас основная часть кружочек, но не замыкаем этот кружочек до конца. Рисуем края фантика. Миленькую мордашку, опять же, в уголочке, чтобы было место для записей. И я решила нарисовать такие вот два сердечка. Разукрашиваем ярким цветом сердечки. У меня розовый. И внутреннюю часть я решила разукрасить желтым цветом. Такая солнечная конфетка получается красивенькая. Красивенькая. Контур конфетки мы закрасим более темным цветом. Я выбрала такой светло-оранжевый цвет. И конфетка выглядит более яркой. Такая вот окантовочка. Добавляем маленькие щечки. Делаем обводку пунктирной линией. Следующее у нас мороженое. У него такой вот рожочек торчит. И сам, не знаю, пломбирчик пухленький такой. Вот. Рисуем текстуру сетки на рожке. На самом мороженом добавляем глазки-мордашку. Рисуем щечки. Разукрашиваем рожок. Внутри я решила нарисовать форму решетки. То есть прямые линии пересекаются друг с другом. И так же делаем внутренний контур, чтобы был завершенный вид. Рисуем несколько снежинок. Я нарисовала снежинки и за самим мороженым, а потом сделала обводку. Но мне показалось, надо выбирать либо обводка, либо дополнительные снежинки за контуром, чтобы смотрелось более гармонично. И последнее рисуем милого котенка в чашке. Намечаем нашу чашечку. Дополнительно рисуем ручку и дно чашечки. И такая вот небольшая мордашка, вылазя из чашки. Котенку я решила нарисовать крупные глазки. С бликами. Чтобы он выглядел более живой, такой симпатичный. Маленький носик. Усики. Рисую розовые щечки. И рисую ярко-оранжевым цветом пятнышки. Чашечку я решила нарисовать зеленым цветом. Мне не хватало какой-то яркости. Контур чашки, ручку и донышко раскрашиваем темно-зеленым цветом. А сама чашечка будет светло-зеленым, на котором хорошо виден текст и можно делать заметки. Рисую два маленьких сердечка. И делаю обводку по контуру чашечки. Вырезаем все, что у нас получилось. В общем, вот такие милые наклеечки у нас получились. И тут достаточно места для того, чтобы написать сообщение. Можно украсить ими личный дневник, тетрадку или написать кому-то послание. Продолжение следует...